Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Scarlet Nexus. Ну и, как вы помните, в прошлый раз трагедия таки повторилась. Девчуля бедная была сделана иным. Ну, в общем-то, злобный солдат из взвода другого сделал из брата коса... Из сестры коса на другого иного. Чёрт! Я порепетировал в голове, у меня это звучало просто отлично. Но иногда некоторые вещи гораздо лучше звучат в голове, чем они звучат в реале. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Бедняга! Ну, если это был, типа, серьёзный враг, но за него дали целых 110 опыта, то мы с ним достойно справились. Насколько я помню, здесь нас должен найти Сета. Или не Сета. Или Самкаран. Наоми, что это было? Она превратилась в иного. Как? Почему? Интересно. Наверняка эти солдаты на САС что-то знают. Мне нужно их разговаривать, чего бы это ни стоило. А мне вот интересно, а здесь мы узнаем эту историю? То есть, если там мы выясняли, что же произошло с несчастным наги, то здесь, видимо, мы должны узнать историю Наоми. Ну, это было бы логично и приятно, потому что в прошлый раз мы, ну, толком историю Наоми так и не услышали, насколько вы помните. Кокетливые очки красные. Прекрасно. Будет что подарить, если что. Ой, у нас с вами ускорение мозга, так что давайте побежим и очень бодро побежим. Ай, перса при этом в стенку. Насколько я помню, за Юитой там было совсем чуть-чуть. То есть, Юита прям выходил, и все. И мы говорили, все, Юита, типа, давай марш отсюда. И чуть ли не сразу был бой с Карном. О. Куда это ты собралась? Во время задания нельзя отлучаться. Отпусти! Не дергайся. Тебе меня не одолеть. Я удивлен, что ты так быстро успокоилась. Почему ты меня остановил? Ради твоего собственного блага. И ради Наоми. Значит, ты знаешь, что случилось с моей сестрой? Она прошла через метаморфоз. И не может стать прежней. А если и может, это будет непросто. Что тебе известно? Я знаю одно. Если хочешь вновь увидеть Наоми в человеческом обличье, ты должна доверить ее им. Это единственный способ. Я даже толком не знаю, что случилось, и ты хочешь, чтобы я тебе поверила? Ты даже толком не знаешь, что случилось, и не хочешь мне верить? Хе-хе-хе, отличный диалог. Я думаю, ты понимаешь, что если ты вернешь Наоми сейчас, ее просто убьют, как иного. По-твоему, это безопасно позволить неизвестным вот так ее забрать? Это сейранский гарнизон национальных сил самообороны. Они ее не убьют. Это я тебе гарантирую. Но не спрашивай меня, почему они не станут ее убивать. И не сообщай командованию АПИ, что Наоми прошла через метаморфоз. Никому об этом не рассказывай. Иначе я не ручаюсь за безопасность Наоми. И твою. Хочешь сказать, они меня убьют? Они не убьют тебя. За тобой пришли. Прежде чем действовать, хорошенько подумай. Не верь новой химуке, иначе пожалеешь об этом. Сидан отправил сигнал тревоги. Все стоит помочь ему. Генерал-майор Карен? Юит и Гемма. Заботьтесь о ней. А я возвращаюсь на передовую, чтобы перегруппировать войска. Да, сейчас же. Касане. Касане, а где Наоми? Наверное, я могу тебе сказать. Ты ведь все равно все видел. Меня забрали солдата из гарнизона Сейрона. Как та машина была из гарнизона Сейрона? Да, и... Что-то тут не так. Когда я доложил об этом генерал-майору Фубухе, он велел никому об этом не рассказывать и просил о том же тебя. Генерал-майор Карен сказал то же самое. Но зачем просить нас молчать об этом? А ты что-то скрываешь? Не знаю. Генерал-майор Фубуки говорил, что это для нашей же безопасности. А еще взгляни на это. Похоже, это обронили солдаты из Сейронского гарнизона. Кажется, я видела такие дома, когда была маленькая. По словам генерал-майора, это средство, которое временно усиливает способности. Он сказал, чтобы я отдал все ему, но парочку я все же оставил себе. Он о них не знает. Мудрое решение. Как бы то ни было, откуда они могли взяться у меня дома? Семья Рэндол участвует в разработке оружия, но не только. Еще она занимается лекарствами и препаратами совместно со Spring Pharmaceuticals. Он также упомянул, что информация об этом средстве засекречена. Похоже, только высшему руководству АПи о нем известно. Но компания Spring Pharmaceuticals владеет семья генерал-майора Фубуки. Возможно, именно поэтому он знал об этом средстве. Не доверяй новой Химуке. Что? Что ты имеешь в виду? Это Карен сказал. Я и сама не уверена, что конкретно он имел в виду. Если эта ампула действительно из Сейрона, то выходит, Рэндол и Спринги сотрудничают с Сейроном? Даже если и так, это оставляет нам лишь больше вопросов. Возможно, лучше сделать так, как нам сказали. Оставим их себе и скрытно изучим. Похоже, эта ампула очень важна. Возможно, стоит ее спрятать. Тогда я спрячу эту ампулу в баке. Э? А? Не думала, что ты умеешь шить. С самого детства меня учили самостоятельность. Готово. Их два. Так у кого они останутся? Нет уж. Лучше вы забирайте. Баки-чан. Баки. Сестре бы это понравилось. Касане. Касане. Мне жаль, что с Наоми так вышло. Я знал, что тот иной это Наоми, но я слишком испугался. Я... У меня не было другого выхода, кроме как драться. Перестань. Я верну Наоми. Просто не мешай мне. Может, это прозвучит наивно, но я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы спасти ее. Кирилл. 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 О, молодец, Сугуми. Похоже, все на месте. А где Наоми? Ну, разве она не с вами? Что случилось? Расскажу позже. А где Наги и капитан Сета с Ханаби? Наги со спасательной командой на передовой. Капитан и Ханаби в полном порядке, но они беспокоятся о вас, так что нам лучше выбираться отсюда. Вы пока идите без меня. Сидан вроде еще где-то там, так что я сперва заберу его. Тогда я пойду с тобой. Как бы там ни было, до конца этой миссии я глава завода Кёке. Хорошо, будьте осторожны. Ух ты, это еще не все. Касанаты в порядке. После того, что случилось с Наоми, любой был бы не в себе. Я в порядке. Мне просто нужно помочь своей сестре. Сейчас я только об этом одумаю. Хорошо, давайте посмотрим, что за мыслиграмма. А, осторожность в обращении. Смотри, не потеряй больше ни одной ампулы и постарайся, чтобы никто не узнал, что они у тебя вообще есть. Если наши мысли движутся в верном направлении, то, что они попали тебе в руки, не нравится очень многим. И не говори, Сэйрон, Рэндалл Индастрис, Спринг Фарма-Сьютиклс, Командование АПИ. Если замешаны все эти организации, за кулисами явно затевается что-то масштабное. Ясно. Постараюсь не ронять их, чтобы не разбились, потому-то я и спрятал их в баке. Да, надо быть осторожнее. Что ж, найти нашего прекрасного принца Чарминга. Вот этот вот джентльмен, как пел Сай. Сай. Интересно, о нем еще кто-нибудь помнит? О, а вот он. Наконец-то мы тебя нашли, Сидан. Ты не ранен? Конечно, нет. Хватит обращаться со мной, как с потерявшимся ребенком. Что ж поделать, раз ты так на него похож? Ах ты, мелкая. Ладно, идем домой. Я готов, но где Наоми? Я только что засек сигнал, похожий на ее. Наоми умерла. Что? Кастане. Что? Я должна была ему сказать. Ты права. Эй, ее что, правда убили? Я знаю, что у тебя ледяное сердце, но это уж слишком. Думаешь, я стала бы об этом врать? Наоми мертвовала. Кюка оставила взвод на меня. Я не справился, и Наоми погибла. Это неправда. Это все было не так. Нет, это правда. Я знаю, словами тут не поможешь, но мне очень жаль. Ой-ой-ой. Тебе, наверное, так грустно из-за смерти сестру. Кодама? Чего ты хочешь? Ищешь раненых? Сидан мелкий предатель. Ты же знаешь, какой я черной работой не занимаюсь? Ну ладно, причина не так уж и важна, так что, наверное, я просто скажу, что на вас напали иные. Да, неплохая ложь, отлично. Пришла, пора умирать. А? Это объясняет, куда делась Кодама в прохождении Юитта. Смешно. Но просто, помните, у Юитта она появилась один раз, и даже, по-моему, кто-то из вас, лакот, наверное, откомментировал, что, типа, что-то это, девчули, как-то очень мало. Вот это объясняет. Хотя, стоп, она же потом появилась, по-моему, позже уже, когда, по-моему, позже, когда уже Касане пыталась активно атаковать ее. То есть она здесь выживет? Че-то как-то не сходится. Да. Ну, к счастью, этот бой не занимает у нас полтора часа, как мог бы. Она просто не может пробить нашу защиту, а мы электричеством фигачим ее. Ну все, красиво порвали, и хватит с нее. Давайте все. Со всех сторон в нее войдите. Ох уж эти тантакли. Добивайте. Я вас недооценила. Вы весьма сильны. Довует, что происходит? Зачем ты это сделала? Ну, у меня свои причины. Ладно, но, возможно, придется выложиться на полную во втором раунде. Хватит. Наше задание еще не окончено. Прекрати Кадаму. Генерал-майор Фубуки? Кадама, я с этим разберусь. Тебе не обязательно вмешиваться. Ладно, я поняла. Гемма, Сидена, Касане. Я знаю, что вы злитесь, но можете простить Кадаму ради меня? Я не против. Я не так уж и разозлилась. О, это так мило, Касануэ. Теперь она прячется за спиной генерал-майора Фубуки. Гемма. Гемма, Химим, а ты? Слушаюсь, ссор. Слушай, ладно, возвращаемся на передовую базу. Кими-то, чего я знаю, что вы все попали подряд серьезных атак. Так что возвращайтесь, отдохните как следует. Да, пожалуй, нам стоит отступить. Хотя я не уверен, что у меня осталось достаточной силы на бросок до Суо. Может, заглянем на тайную базу? Да, майор Кёка, скорее всего, поступит так же. Это задание обернулось бедой. Хорошо, хоть вы трое в безопасности. Нет, зря я радуюсь. Я слышала от генерал-майора Фубуки. Наоми, мертва. Да. Проклятый инэээ. Касанэ, прости. Я не справилась как командир. Она была такой способной девочкой, а теперь ее больше нет. Не надо. Она была на службе, как и любой другой солдат АПи. Если верить Карену, то Наоми еще жива. Не знаю, о чем он думает, но пока что придется мне оставить сестру на этих людей. Жди меня, Наоми. Обещаю, я приду за тобой. История Касанэ. Фаза отдыха 2. И тут большой портрет Кёки. Да он так и милый. Подарки. Ух ты. Теперь мы можем делать подарки. Полагаю, Кёка не знает о превращении Наоми. Думаешь, стоит держать это от нее в секрете и дальше? Нас просили, ничего не говорить. Так она будет только волноваться. Наверное, ты права. Так, о, с Сиданом есть история связи. Но сначала надо одарить тех, кто окажется у нас. Эта операция оказалась опаснее, чем ожидала АПи. Столько жертв. Все действительно очень плохо. Так, для Кёки у нас ничего нет. Ты друган. А что-нибудь можем тебе подарить? О, очки в черепаховой оправе. Очки в пластиковой оправе, имитирующей черепаший панцирь. Продаются с кожаным чехлом. Можно использовать в качестве модного аксессуара или вставить в них настоящие линзы. После покупки можете сменить линзы на подходящие вам. На. Ну что, пияв-пиявыч? Наруходо. Хм. Какой милый. Я не собираюсь носить вещи, выбранные кем-то еще. Но дизайн вроде неплохой. Ну что ж, история связи с пияв-пиявычем. Я тоже чувствую себя ужасно. Наоми была невероятно талантливой. В АПи ее ждало великое будущее. Наоми на кота. И история связи. Что-то продолжают приходить нам эти сообщения, но... Сиден, мы можем поговорить? Что тебе нужно? Я занят. Поедисты во время наших операций начинают меня беспокоить. Ну ладно, госпожа начальница. Давай, говори, что ты там хотела сказать. Во время боя ты слишком часто отрываешься от группы. Судя по моим расчетам, ты делаешь это почти на 30% чаще, чем остальные. Более того, это крайне редко давало нам преимущество в бою. Может, попробуешь координировать свои действия с нами? Что? Ты что, не слышал? Я говорю, что сражения в одиночку вовсе не увеличивают боеспособность нашего взвода. Я следую инструкциям, указанным в брифинге операции. Что-то я не помню, что в плане было сказано нянькаться с сопляками. Я не просила тебя ни с кем нянькаться. Просто объединение наших сильных сторон повысит боевую эффективность. У всех нас уникальные способности. Если мы будем перекрывать с их помощью слабые стороны друг друга, то сможем сражаться эффективнее. Все наши операции были успешны. Не вижу проблем. Если бы мы тренировались и дальше, то могли бы стать куда сильнее. Или ты уже доволен нашими текущими показателями? У тебя нет права говорить мне такое. Я сражаюсь так, как мне удобно, и хватит мне указывать. Это не приказ, это предложение. Ты вообще как в порядке? Может, у тебя проблемы со слухом? Что ты сказала? Так, вы двое. Не собачьтесь, мы тут все в одной упряжке. Я просто предложил Исидуну чаще действовать с нами сообща. Правда? Раз уж ты просишь меня сотрудничества, я могла бы это делать и повежливее. Успокойтесь оба и выслушайте меня. Исидан, ты превосходный боец и аналитик. Мы отлично знаем, что ты мог бы и работать и сам. Но сейчас ты часть отряда. Тебе не кажется, что стоило бы практиковаться в координации действий с товарищами? Я понимаю, что привыкнуть к внезапным переменам непросто. Так почему бы тебе не начать с того, чтобы подружиться с Касане? Подружиться! Касане, ты молодец, что решила взяться за проблему взвода. Я согласна, наш отряд станет лишь сильнее, если мы будем координировать наши усилия. Но сказать кому-то в лоб то, что ты думаешь, не лучший способ достичь взаимопонимания. Есть множество способов донести до других свои мысли. Может, ты присмотришься к окружающему и придумаешь более подходящие формулировки? Подходящие? Вы оба хорошие ребята. Я уверен, вы найдете общий язык. Удачи вам. Мне не нужны друзья. Если я достаточно силен, чтобы сражаться в одиночку, я могу побеждать иных, без необходимости полагаться на ненужную координацию. Лично я не против, если только это не будет мешать нам в бою. Хочешь сказать, я вам мешаю? Да. Во-первых, ты слишком ворваешься вперед. Во-вторых, в разгар боя ты забываешь смотреть по сторонам. А еще меня беспокоит твоя самоуверенность и неумение доводить дело до конца. Стоит победе замаячить на горизонте, и ты сразу расслабляешься. На следующем задании я постараюсь исправиться. Как значит, ты об этом знаешь? Хорошо. У всех есть недостатки. И как бы сильно мы ни стремились к совершенству, у всех есть пределы. Именно поэтому жизненно важно уметь полагаться на товарища по отряду. Твоя склонность сражаться в одиночку однажды тебя погубит. Сидан? Кажется, он злится. Может, я снова перегнула полку? Может быть... Злишься? Извини, если чем-то тебя обидело. Так ты, значит, указываешь на чужие слабости, чтобы на их фоне выглядеть лучше? Вовсе нет. Для меня совершенно не важно, кто лучше и кто хуже. Ну и ладно, я все равно никогда тебе не проиграю. Я сам избавлюсь от всех своих слабостей и недостатков. А ты не смей больше со мной разговаривать. Я и впрямь разозлила. Думаю, это означает, что мне не удалось придумать деликатный способ донести на него свои мысли. Надо будет над этим поработать. Кои-таки... Ставлю на что угодно, что у Наоми бы это получилось без проблем. Но придется справляться в одиночку. Надо придумать, как бы с ним помириться. А, это, кстати, не увеличило нашу связь с Сиданом. Ну-ка. Отправь мне свои боевые данные. Касаны, отправь мне данные о движениях в бою. Я хочу узнать, как и кто двигается во время боя. Меня вы все не беспокоят твои слова. Мне просто не хочется, чтобы мне кто-то мешал. Я ничуть не сожалею о том, что мне приходится так тяжело работать, чтобы стать сильнее. А ты куда серьезнее, чем мне казалось. Конечно, нельзя стать сильным, если не будешь серьезным. Я никому не позволю меня обойти, даже тебе. А теперь отправлять данные, я жду. Но Мисуби в этот раз я проигнорю. А, я покажу тебе Мисуби. Слушай, а ты знаешь о Мисуби? Это семейный ресторан, вопи он очень популярен. Он себя особо не рекламирует, и узнать о нем можно лишь от посетителей. Старшие офицеры уже давненько мне о нем рассказали. Вот мне и хотелось поделиться этой информацией с тобой, Касаны. Отправлю тебе координаты чуть позже. Почему бы тебе не заглянуть туда, когда захочется слегка выпустить пар? Нужно идти расслабляться хоть изредка. Так. Науми, прости, что сейчас тебя беспокою. Наверное, тебе не просто даже читать это сообщение. Но я только что услышал о Науми. Если хочешь, можем об этом поговорить. Я хочу тебе помочь, Касаны. Спасибо, Ханаби. Тебе не все равно, и мне уже лучше. Почему Кадама на нас напала? Кадама, хитрая лиса. Почему она на нас напала? Кажется, генерал-майор Фубуки знает. Он сказал ей, чтобы она не вмешивалась. А значит, можно предположить, что Кадама делала что-то незапланированное. Незапланированное? Да. Трудно понять, о чем она думает. Я сомневаюсь, что она вообще что-то делает в соответствии с планом. Кроме того, она часто действует по прямому приказу генерал-майора Фубуки. Мне кажется, он что-то от нас скрывает. Он определенно что-то скрывает, но пока непонятно что. Так, кто с нами хочет увидеться? Цугуме, можем поговорить. Мне бы хотелось с тобой поговорить. Но если что, это подождет. Я сейчас в Мусубе. Если сможешь прийти, очень меня порадуешь. Но дело действительно не срочно. Хорошо, уже выхожу. Скоро буду на месте. Мусубе. Место дружеских встреч. Дружеских встреч. А, Касане. Я здесь как-то и просила. Так о чем ты хотела поговорить? Я просто беспокоилась о тебе. Я? Со мной все в порядке. Правда? Ну, то есть после того, что случилось с Науми? А, да. Когда ты об этом заговорила, я вспомнила. Ты ведь тоже там была. Ты видела, как Науми превратилась. Да, это было очень страшно. У меня мороз по коже от одной мысли об этом. Но я знаю, что тебе от этого еще хуже. Вот я и... Так ты поэтому хотела со мной поговорить. Спасибо, но я в порядке. Да нет, не думаю. Вряд ли после такого можно быть в порядке. Я не говорила, что мне не было больно. Но прямо сейчас у меня есть дела поважнее, чем копаться в собственных чувствах. Я собираюсь сделать для своей сестры все, что будет нужно. Только и всего. Тебе не стоит обо мне беспокоиться. Хорошо. Ты когда-нибудь разговаривала с моей сестрой? Мы же были в разных взводах и вряд ли часто виделись. Разговаривали время от времени. У нас были общие хобби вроде садоводства. Садоводства. Мне нравится выращивать цветы. И когда я об этом упомянула, Наоми сказала, что ей тоже это интересно. Цветы? Да. Наоми любила цветы. Хотя ей были интересны не только цветы. Она сказала, что еще хочет научиться выращивать специи для готовки. А специи что, можно выращивать самостоятельно? На самом деле это не так уж и сложно. Хотя и сильно зависит от растения. К примеру, мяту выращивать довольно просто. Петрушку и базилик тоже. И они часто используются в кулинарии. Понятно. Некоторые растения любят сухую землю. А некоторые нужно поливать каждый день. Почему ты внезапно замолчала? Ой, просто вряд ли тебе это интересно. Ну что ты, мне очень интересно тебя слушать. Я начала читать о пряных травах, чтобы рассказать о них Наоми. И, наверное, немного увлеклась. Ясно. Спасибо. Не стоит меня благодарить. Просто мне еще столько всего хотелось рассказать Наоми. Слушай, ты ведь собиралась обучить ее с удовольствием. Может, взамен поучишь меня? Ну что? Да, конечно. Ты уверена? Конечно уверена. Ты знаешь, что это даже может пригодиться. А еще я хочу узнать то, что хотела знать моя сестра. Хорошо. Знаешь, у растений, как и у трав, бывает куча разных свойств. Думаю, чем-то они тебе да пригодятся. О, я знаю. Цветы лаванды обладают расслабляющим эффектом. Если ты устал или у тебя плохое настроение, то завари чай или просто вдохни аромат, и сразу почувствуешь себя лучше. Спасибо. Буду смотреть по сторонам, вдруг попадется. Хорошо. Ну, ладно. Пока. Она так добра ко мне. Сразу видно, что ей не все равно. И хотя у нее совсем другой характер, не есть что-то такое, что напоминает мне о Наоме. И маслиграмма. Что там? Там продолжение, правильно? Эй. Слушай, а тебе нравятся какие-то конкретные растения, косаные? Да вроде нет. Что? О, понятно. Наверное, большинство людей действительно нет любимчиков среди растений. Да, они чаще всего даже не знают, как они называются. Но Наоме хорошо разбиралась в растениях. Так что я думала, что это могло бы сблизить нас. Интересно, какие цветы любила Наоме? Я ее ни разу об этом не спрашивала, хоть и стоило бы. И нас зовут на чай. Ханаби и Тидзя. Косанэ, как ты? Я вот думаю, не завалится ли нам мусубина вкусняшки с чаем? Пойдешь со мной? Знаю, случившееся с Наоми стало для тебя настоящим шоком. Но думаю, тебе станет лучше, если ты с кем-то об этом поговоришь. Я ведь тоже в Апи, вот и думаю, что, ну, нам стоило бы узнать друг друга лучше. Если ты не против, отправь мне ответ. Да, хорошо. Наоми всегда говорила, что общение очень важно. Уже иду в мусубе. Там мы поговорим. Эй, Косанэ, сюда! Ого, как быстро. Не думала, что ты уже будешь на месте. Я только-только сама пришла. Итак, мы начинаем. Закажем целую корзину сладостей. Хм. Мм, как же вкусно. Нет, все-таки чай со сладостями лучший способ расслабиться. Наверное. Хотя и пирожные чай Наоми делала куда лучше. Да, она отлично готовила. Но не будем о вкусе. Ты хоть немного расслабилась? Расслабилась? Нет. Если тебя что-то беспокоит, ты можешь со мной об этом поговорить. Да вроде особо ничего. Хотя я бы не отказалась от отдельных советов насчет моего стиля боя. Хорошо, но ты уверена, что тебе нужны мои советы? Ты же была лучше в классе. Ты сама в этом довольно хороша. Может, ты не особо умеешь видеть картину в целом, но и в прямом бою тебе нет равных. Думаю, ты могла бы многое рассказать мне о том, как эффективно использовать мои способности, или как прорываться через рогов на поле боя. Эм, это был комплимент? Конечно. Ты всегда бросаешься вперед, даже если ситуация очевидно опасна. Почему? Такое впечатление, что ты намекаешь на то, что я безрассудна. Но если ты спросишь меня, почему я так себя веду, это потому что я доверяю своим друзьям. Я знаю, что в бою за мной всегда присматривают. Даже если я слегка неуклюжая и безрассудная, кто-то все равно меня прикроет. Наверное, я и впрямь говорю, как как избалованный ребенок. Ясно. Доверять друзьям. Буду иметь это в виду. Наверное, есть много разных способов сражаться. Рада, что смогла помочь. Но я не об этом спрашивала. У тебя нет проблем в отношениях с другими людьми? Проблем? Что ты имеешь в виду? Ну, например, если бы тебе кто-то нравился... Мне кое-кто нравится, но я об этом особо не переживаю. Правда? Классно. А расскажешь, кто это? Конечно. Это Наоми. Что? А-а-а! Я имела в виду, он нравится не как друг или родственник, а как парень или что-то вроде того. А, так да, любви. Как бы сразу и сказала. Так что, есть у тебя кто-нибудь? Я не знаю. По крайней мере, я никогда раньше ничего такого не чувствовал. Так значит, сейчас ты ни в кого не влюблена? Я так не думаю. Если бы мне кто-то настолько нравился, я бы знала. Разве нет? Что? Думаю, ты можешь в кого-то влюбиться, сама тому не подозревая. Правда? Касане? Пожалуй, пойду-ка я назад. Да, и извини, что вышло так неловко. Ничего не ловко. Не знаю, расслабилась ли я, но развлеклась, наверное. Я давно ни с кем не разговаривала о всяких мелочах. С тех самых пор, как моей сестры больше нет рядом. Но если от этого тебе стало лучше, то я рада, что пригласила тебя. Почему ты обо мне так беспокоишься? Что? Мы же подруги, конечно, мне не все равно. Подруги? Мы с тобой? Да. По крайней мере, я так считаю. Это плохо? Нет. Нет, не обращай внимания. Я просто немного удивилась. Я раньше считала нас просто знакомыми. Приятели? Хоть бы одноклассница, что ли, сказала. Но зато теперь мы точно подруги. Пожалуй, да. Спасибо. Да, точно. Как-нибудь еще попьем чайку вместе, подружески. Конечно. Увидимся позже. Мыслиграмма, мыслиграмма, как всегда. Еще когда мы были кадетами, у тебя была очень крутая одежда и украшения, Касане. Скажи, а ты сама себя выбирала? Почти совсем, кроме снаряжения, мне помогала сестра. Я не особо разбираюсь в одежде. Максимум могу выбрать понравившийся узор или расцветку. Ого, Наоми крута. Она ведь эту заколку сама сделала, так что крута вдвойне. Правда, я думаю, у тебя тоже отличный вкус, Касане. Ах, да. Не хочешь пойти со мной в следующий раз, как я отправлюсь по магазинам за одеждой? Хочу подобрать что-то настолько же крутое, как у тебя, Касане. Хотя, может, тебе это и впрямь безразлично. Но если ты хочешь, обязательно сходим. Что ж, друзья. Касане с Наоми увидятся через какое-то время, как и мы с вами. А на этом этот эпизод закончен. Посему спасибо Миша Лебедеву, Миша Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Простоеду, Сергею Кайнеру, Рокке Бальбову, Антону Цару, Глебу Сахаруу, Брата Монзо, КДВ, 45 Рус, Дарья Кравчук и White Rabbit за то, что тебя продолжает поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что вместе со мной проходите уже новую игру Плюс. Ну и встретимся завтра. Пока на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся.